И снова здравствуйте, снова Сергей Канашец и Руслан Васильев с наступающим вас старым Новым Годом. — Елочка по-прежнему с нами, но мы так... — Подарочков только нет. — Уже, ну, потому как еще рано, завтра утром тебе положат под елочку подарки. И, кстати, вот, вот, да, да, в 16.00 в Руане, в городе Орлеанской Девы, видите, как Руан, Орлеанская Дева, в общем, все запуталось в мире Франции и в мире гонбола. — Но подарочек мы ждем от наших гонболистов. — Хороший подарочек. — Потому что подарочек может быть и в кавычках. — Благо соперник позволяет. Ну, об этом, собственно, да, мы сейчас будем говорить. — Да, но только скажем прежде всего, что будет прямая трансляция на канале «Беларусь-5» этого стартового матча «Беларусь-Чили». — Не пропустите. — Чтобы не забыть, да. — Руки, а? Мыли? — Ах, дядя-дядя-дядя. — Ну, чего мы ждем от нашей сборной гонбольной? Вот лично ты чего ждешь? — Ты знаешь, это хороший вопрос. Знаешь, он глобальный. Вот серьезный. И после того, как я посмотрел три матча уже чемпионата мира, который стартовал даже не вчера, а в четверг, а еще в среду матчем хозяев с бразильцами. И вчера был матч, я видел его Россия, Япония и Польша, Норвегия. И ты знаешь, чего я жду? Очень сложно ответить. Я хочу, чтобы игра команды Шевцова меня зацепила за живое, не оставив равнодушным. Каких-то более глобальных ожиданий, ты знаешь, у меня нет. По той простой причине, что, ну, ты знаешь, гонбол настолько меняется, что я бы и менял бы его правила, чтобы он так сильно не менялся. — Например, какие бы ты взял? — Конечно, в матче с Францией-Бразилией, когда Франция, добившись преимущества, стала играть каждую атаку свою без вратаря, то есть семью полевыми игроками со вторым линейным, и игра превратилась в бум-бум. То есть преимущество Франции, конечно, было очень большим и значительным. Они могли себе позволить рисковать. Ну, матч какой? У Франции атакует, Бразилия пытается отбиться и тут же бросить в пустые ворота. То есть она неожиданно, вот с этой точки зрения, она превратилась в примитивизм полный. Мне это очень сильно не нравится. А ведь при этом, да, ведь при этом вот эта система, когда стали, помнишь, как в Бразилии на Олимпиаде нас немного раздражало? Это постоянно, ну, чуть ли не обязательная замена вратаря на полевого игрока. — Так я вообще терпеть не могу, это новое правило. — Это не правило, это не правило, это такой шаг тренинг стактически. — Да, но ввели эту возможность, раньше ее не было. — А ведь это же, ну да, там с Манишкой сейчас можно не выходить и так далее. Но это же ведь продолжение идеи, ну правда, доведенные, с моей точки зрения, до абсурда, хотя получаются они эффективными порой. Спартака Мирановича, которые ранделись в Минске. Ведь в чем была одна из этих Мирановича в 80-е годы? Замена игроков на обороняющихся и на атакующихся. И вот теперь уже обороняющийся состав меняется до такой степени, что уже голки переменяют на полевого игрока. И ты знаешь, вроде бы, ну то есть, как бы есть какая-то вот оригинальность, а уже от оригинальности это как-то немного уже тошно. Я бы, знаешь бы, я бы вел бы правила, запрещающие менять голкипера на полевого игрока в равных составах в первые 55 минут матча. — Даже так. — То есть, ну понимаешь, что-то надо делать. Потому как, ну вообще-то, чтобы понимать, да, все правила это субъективные, да, то есть все они придуманы. И если наша тренерская мысль и нынешняя подготовка динамической игроков, она дошла до такой степени, что проходит такая, в принципе, иррациональная идея, позволяющая играть без вратаря, что такое нападение всем игроков. Это постоянное преимущество численное. Значит, нужно как-то этому противоборствовать, опять-таки, субъективно меняя правила. И в этом ничего страшного, с моей точки зрения, нет. Потому как игра может скатиться в примитив. Во-первых, ну, я не знаю. То есть, я помню, я играла так против России, пыталась то-то семером атаковать. Ну, мне как-то не нравится. Нет, это потому что из гонбола уходит содержание. Но я знаю нашу сборную. Мы, как и россияне, достаточно консервативны. — Да, в этом плане мы редко используем. Ну, и вот сейчас, знаешь, у меня сейчас такое настроение, как в 80-х годах. Не скажу, какой точно это был чемпионат мира по лыжным виндам спорта. По-моему, в Австрии, когда Гундесван впервые показал еще приставной коньковый ход. И сразу получил громадное преимущество. И тогда в одной гонке бежали спортсмены, которые шли коньковым. Часть? — Классика. — Классика. Или когда прыжки с трамплина. Это V-образный стиль. Ведь раньше были сведены лыжи. Вот когда так, другие. И вот сейчас, по-моему, в гонболе вот этот переходный этап. И лыжи, и трамплины, они откликнулись на эти изменения. И установили новые правила игры. Мне кажется, что это ждет гонбол. Для меня это печально. Потому как мне не нравится вот эта игра. — Ну, раньше вообще проводилось два чемпионата мира по гонболу. На заре его становления было. Одиннадцать на одиннадцать играли и семь на семь. Потом одиннадцать на одиннадцать отмер, и осталось семь на семь. — Классичность, то, что мы считаем классикой. — Да, которую вот сейчас мы и наблюдаем. Поэтому, ну что ж, может быть, да, и надо что-то делать. Честно говоря, меня тоже жутко раздражает вот эти вот постоянные смены, замены. — Ну, главное, если ты перехватываешь мяч, а ворота соперника пустые. Ну, неужели ты удержишься от искушения, чтобы не послать их в пустые ворота? Ну, это же не игра получается. — Хотя был очень красивый момент в матче Франции-Бразилии, когда Мие, завладев мячом, бросил через всю площадку. Он попал в перекладину, отскочил, и набегавший игрок французов подхватил и забросил. — Ну, это было красиво. — Ну, это как этюд, понимаешь, как... — Ну да, это когда один раз в матче, а когда много вот это все дэнс-дэнс-дэнс, то, конечно. Ну, а что касается перспектив нашей сборной, во многом обновленной, что ты считаешь? Я считаю, с календарем очень повезло, потому что два матча Чили и Саудовская Аравия через день. То есть два таких явных аутсайдера, которых мы должны обыгрывать, Руслан, обязаны обыгрывать. — Здесь, во-первых, я не считаю, что с календарем повезло. — Мы занимаем четвертое место, все, а дальше прыгать нам, ну, очень пока трудно. — Во-вторых, я не считаю, что кто-то в трио Чили, Саудовская Аравия, Беларусь относительно других двух команд, да, может назвать их аутсайдерами. Я думаю, что пока они сыграны матчи, все в этом трио равны. Есть трио лидеров, есть трио, так скажем, андердогов относительных, потому что еще черт знает, что там, или бог знает, что там оно будет. Но самое главное о расписании, понимаешь, сразу играем финальные матчи. То есть я бы сыграл бы один матч, проверил бы себя, связки бы, даже бы два матча сыграл бы с теми же венграми или немцами, а после этого бы вышел на Чили и Саудитов. А так получается, что мы с первого матча, с первой апробацией площадки, с первыми нервными реакциями, психологическими этими всякими парадоксами, которые у каждого могут быть, мы сразу играем плей-офф. По сути дела так. А после этого, даже если получится, ну что, ну вот будем говорить объективно. И вот сейчас как-то, особенно когда мы еще не видели команду Шевцова в большом деле, а только можем отталкиваться от тех матчей неудачных, кстати, сыгранных накануне отъезда во Францию, и от того, как мы, опять-таки, субъективно можем оценивать состав, то есть без Рутенко-старшего, там без Никуленкова. Без Бабичева, ну Бабичев-то здоров просто не попал. Вот, мы можем, вряд ли можем сказать, что наша способность замахнуться на немцев, венгров и хорватов. Да, ну справедливо, да. То есть, ну даже если мы выйдем в плей-офф, то получается мы выходим на сильного соперника. На Швецию или Данию, скорее всего. Ну, смотри, ну хорошо, ну выиграем мы, учили, дай бог, выиграем мы у Саудитов, дай бог дважды что, чемпионат закончится. Да. Нет, ну это тоже как-то не весело. Поэтому я не считаю, что расписание столь лишь удачное. Да, на вопрос, чего мы ждем, нам надо ждать, вот лично я жду, что наша сборная не будет смотреться совсем уж беспомощно в матчах с соперниками, которые действительно серьезные соперники. И мне бы очень хотелось, чтобы они цеплялись там, не просто выглядеть достойно, а даже цеплялись там за ничью. Я думаю, что если эмоционально у нас все будет хорошо, то есть если мы достигнем позитивных результатов в первых двух поединках, то так оно и будет. Но я бы не перескакивал бы через Чили и Саудовскую Аравию, как в гимнастическом зале через козла. Не козлы они. Чили сыграет, вот я не знаю, вот россияне вчера в матче с Японией, а Япония играла, ну прессинг. То есть это баскетбольный прессинг, по сути дела, ну да, там 3-3, но они переходили постоянно на личную оборону, и россияне частенько терялись. И там был момент, когда разница в счете во втором тайме сократилась до одного мяча, у Японии было две атаки, ну не забили. А так еще неизвестно, чем бы там все кончилось бы на этой волне. И чилийцы умеют очень активно обороняться. И у них очень невысокая, но мобильная команда, которая может доставить нам кучу неприятностей. А про саудиты, ну ты знаешь, после, сейчас в Гонболе же разное бывает. Был Катар, есть Катар, да? Да, есть, только уже без легионеров. Они все переехали в Саудовскую Аравию? Там двое осталось, но Шарич остался в воротах. Шарич по-прежнему шарит, но не в Катаре дело. В Саудовской Аравии тоже этим воинам пустыни нужно относиться с уважением, потому как у них есть элементы вдохновения такие творческие. Их же Гонбол бывает весьма любопытен порой, а не прямолинейен. Ну посмотрим, в понедельник об этом поговорим. Да, ну главное пройти сегодня чилийцев. И главное, чтобы у нас реализовались люди на позиции в задней линии, что, конечно, очень принципиально, чтобы и в розыгрыше Пуховский брал игру на себя и отдавал передачи, чтобы левый, полу-средний, правый, полу-средний. Очень сложно, да, найдется ли новый действительно лидер в этой команде, действительно лидер. Да. Вот Борис Пуховский, в принципе, мне кажется, на это способен, но посмотрим. Но не тянул бы только на себя одеяло. То есть Родину спасать в одиночку... Тоже важно. Ладно, это все рассуждение, как оно будет, посмотрим сегодня в 16.00, наши играют с чилийцами, а мы... А те, кто уже смотрит после, уже могут с определенной долей знаний отнестись к нашим предположениям и словам. А сейчас ко второй теме. Меня застукали. Я погиб, ко мне приходил следователь. Тебя посадят, а ты не воруй. Семен Васильевич, вы же у меня в доме. Твой дом тюрьма. Вот это гениальный диалог, мне очень нравится, вот этот диалог. Тебя посадят, а ты не воруй. Я попался, я попался. Что делать, что делать? Да, сухари суши. Ну, вот, как ты думаешь, легко ли угадать, о чем дальше пойдет речь? Вот о чем мы с тобой будем говорить? Это у меня спрашиваешь? Да, после этой заставки. Да, после этой заставки. Я-то знаю, о чем я делаю речь. Ну, о легкой атлетике, конечно. Я бы даже сказал. Что у нас забирают медали. Медали забирают у нас олимпийские. Из Пекина у нас забирают. И мало того, что забирают, но, к сожалению, мы ничего не можем отразить. У Остапчук забрали медаль в Лондоне, у Меньковой, да? У Меньковой в Пекине. У Меньковой в Пекине. А, в Пекине. В Лондоне она уже не забросила, да. Все правильно. Ну, хотя ее и там поймали, да. Вот, значит, у Пекинской у нас получается Менькова. Ой, там много. Остапчук, Михневич. Михневич. Сейчас вот этот Пчельник в четвертое место. Который вышел на третье. Да, да, да. Тоже забрали. То есть, ну, это вообще какой-то позор. Тут, ты знаешь, позор. Позор? Позор, да. Ну, что делать? Мы попались. И скрыто. Вот мы попались. Как Миронов сказал, я попался. Тебя посонят, а ты не воруй. Здесь меня радует в этой ситуации несколько моментов. Ну, наверное, первое в том, что мы реагируем достаточно адекватно на все. То есть, если уж рыло, простите меня, в пуху, да, то, значит, ну, что делать? Нужно признавать и каяться. И хотя, ведь, преемственность как руководства на всех уровнях, так и в легкой атлетике, так и вообще, ну, что делать? Приходится каяться. Вот, второй момент, это то, что, вот смотри, пример Тихона, да, когда нет, тогда нет. Человек вернулся после всех этих испытаний. Доказав свою невиновность в первый раз, он вернулся. Доказав второй раз. Да, несмотря там на все то, что ходили какие-то разговоры дурацкие. Несмотря на все эти протесты всяких панов, файдоков и всех прочих. Вышел, сделал дело, завоевал серебряную медаль. Да, то есть, и вот это еще один момент. Другое дело, что, ну, а вот, конечно, возникает отношение, как относиться к тем атлетам, которыми мы раньше гордились, а которые оказались допинговыми рецидивистами. Причем ярыми, осознанными, потому как ни один раз это и Остапчук, и Михневич, и Хронека Михневич, и кто там у нас еще. Вот, к счастью, все, да. Как относиться к ним? Вот это, конечно, вопрос. Как относиться к тем выплатам, выплаченным им премиальным деньгам? Простить ли, типа, или нет? Вот вопрос, да, дилемма. Знаешь, я бы сказал, Бог простит. То есть, простить. Передать все на страшный суд и на... Суд жизни, мне кажется, там все это... Ну, вот, понимаешь, с тобой вряд ли согласится большинство налогоплательщиков, особенно из тех ярых и горлатых. Вот, опять-таки, вместо того, чтобы поделить между нами всеми, да, взяли, отдали, а он еще, оказывается, и нечестный атлет был. И столько лет претворялся честными, они оказались нечестными. Ну, как минимум, я хочу сказать, что это вопрос, я думаю, что чуть ли не достоин общественного обсуждения, кстати. Вопрос по премиальным. То есть, касательно отношения к этим людям все в сегодняшнем дне. Вот ты что-нибудь слышал о том, чем занимается сегодня Мэрион Джонс? Нет. Она мелькает на американском публичном уровне. Ну, я не знаю, я не в Америке, может, она там где-то и есть. Нет, ну, ее приглашают на всякие наградные мероприятия. Ну, думаю, что вряд ли. Вот в этом как раз-таки существует какая-то разница, которая осуждается из-за рубежа. То есть, у нас они все еще считают терпимое отношение к допингу, поощрительное отношение к тем людям, которые его припринимали, пусть и попались, и все такое прочее. Вот здесь вот нужно все-таки нам повышать эту нетерпимость к допингу. Нетерпимость. И идти на какие-то межличностные конфликты. Возможно, да. Потому что, смотри, с другой стороны, проходит какое-то награждение, скажем, да, глобальное. На этом награждении награждаются молодые, юные, таланты, подрастающие. Какой пример они берут, да. Они ведь смотрят на то, что вот присутствует здесь вполне хорошо. В принципе, устроен в жизни, неплохо себя чувствует. А ведь это неинтеллигентно, как минимум. Потому что, ну, кто такой интеллигентный? Вот многие все пытаются понять и не могут сформулировать. Вот кто-то такой интеллигентный человек. Интеллигентный человек – это тот человек, который стремится к тому, чтобы окружающим его людям было хорошо. Вот это, скорее, единственное такое четкое определение, и другого и не надо. А куда же хорошо, когда мы сейчас после этих всех разоблачений, и после того, как мы радовались, и мы помним, какие мы эпитеты произносили, с каким это все было пафосом. А сейчас нас посадили в лужу. Ну, ведь мы радовались честно. И сочиняли панигирики честно, искренне. Получается, что нас тоже обманули. Обманули. Причем неоднократно. Причем осознанно. Без всяких чашек кофе. И даже рюмок со спиртным. Просто взяли и обманывали. Объегорили даже. И вели это в правила в жизни. И принимали награды, зная, что они достигнуты нечестно. И все остальное прочее. И вот мне кажется, что, конечно, должна быть зона отчуждения. Создаваться зона отчуждения, как это, в принципе, делается назад. Это же касается только спорта или вообще общественного какого-то, имеешь в виду, порицания. Уже не слишком ли будет жестко? А что они, кроме спорта, простите меня, из себя представляют? Ведь их главная реализация – это спорт. То есть, да, им нужно закрывать дорогу в спортивное, профессиональное и даже любительское сообщество. Ихния жизнь за пределами спорта – это их личная жизнь. Это дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Особенно, если утопающие сами по собственному желанию и стремлению. С определенными мотивациями этими утопающими стали. То есть, разговор очень сложный. И для нашего общества непривычный. То есть, мы не привыкли по тому, как у нас часто главенствует правило. Вначале отбейся от чужих, защищай своих, а потом уже разбирайся со своими. Но, когда вот есть червоточина, то это яблоко нужно выкидывать. Оно с гнильцой. Что тут делать? То есть, нам надо пересматривать действительно свои взгляды на эти проблемы, находить какие-то решения. То есть, решения, точнее, они уже давно найдены. Но нам на эти радикальные решения нам нужно идти. Уже пора необходимость назрела. И чтобы вот не было такого больше. Хотя это риски будут всегда. Риски будет, но мне кажется, что новое поколение, которое сейчас подрастает, а оно подрастает. Действительно, это видно и по результатам молодежных, юниорских, юношеских чемпионатов мира Европы. И та же Эльвира Германа, я хочу сказать, это по крайней мере два момента. Она называет себя еще юниоркой, но показывает она взрослые результаты и бежит намного быстрее, чем Талай, допустим, в ее годы. Это раз. Во-вторых, мне кажется, что у нее перспективы более светлые. По той простой причине, что, ну, в отличие от более старшей, боя Рискина, она никогда в своих поражениях не будет обвинять тренеров. И только тренеров. Потому что у Талай любое поражение – это виноват тренер. Если один, уж теперь второй. Ну, я думаю, что если она проиграет, а от поражения никто не застрахован, то будет виноват и третий. Ни одного критического слова, самокритики вот такой, ну, вот и были, но она на них, по крайней мере, не акцентировала вне внимания. Вот эта критика тренеров, уже задним числом, по-моему, это достаточно не очень, по крайней мере, корректно. И я думаю, что у Герман такого-то очень не было. Да, ну, из-за ни одной Герман, к счастью, богат наше подрастающего легкоатлетическое поколение. Поэтому будем думать, что все будет хорошо, при том, что Вадим Девятовский, видно, взялся. В серьез за развитие этой страны. Мы не обсудили еще, конечно, тему идеи Девятовского, его реакции на то, что предложение обнулить все мировые рекорды. Из-за того, что есть, что очень многие находятся под подозрением, опять кидопин. Ну, думаю, обсудим в другой раз. Найдется время еще, да. А сейчас наше время, время нашей передачи, а не наше время, подошло к концу. И мы с вами будем развитваться. Да, до свидания. Еще раз с наступающим Новым годом и чемпионатом мира. По гандболу Сергей Канажец и Руслан Васильев. Пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова